Доброе утро, друзья! Студия Хорошего Настроения продолжает свою работу и не останавливается в признаниях в любви. Мы любим вас, наши телезрители, за то, что вам хватает терпения и настроения встречать нас по утрам. Нас это Саша Каштанова и Дмитрия Кахнов. Романтическое настроение не покидает нас этим утром. Так хочется сказать, эх, любовь, морковь, вспомнить одноименный фильм. Почему бы и нет? А, кстати, почему бы не встретиться с главным героем этого фильма, с Гошей Куценко? Нам, к сожалению, не удастся, а вот наша очаровательная коллега Татьяна Бородкина уже поговорила и готова это интервью показать всем нам. Заслуженный артист России Юрий, а точнее Гоша Куценко в студии Хорошего Настроения. Доброе утро! Мне сегодня несказанно повезло, потому что у нас в гостях сам Гоша Куценко. О, привет! Гоша, мне всегда интересовал такой вопрос. Вас мама Гоша называет или Юрой? Называла, да, называла Юрой. Ну, первые пару месяцев жизни называла Гоша. Мой любимый фильм с вами, честно, вот, «Игра в правду». Сколько мы не виделись? Пятнадцать. Двадцать. Я так соскучилась по вам. Здравствуй, юность! Друзья мои, а вот с этой минуты я вообще врать перестану. А я тоже не буду врать. Задай мне любой вопрос, а я отвечу правдой. А вы сами в жизни говорите правду, только правду или лукавите? Лукавлю, лукавлю. Правда – это опасное оружие. И я, может, и занимаюсь профессией вот этой иллюзорной театром кино, потому что правда вообще она убийственна. Если бы мне предлагали много раз уйти в политику, во мне заложено вот такое уважение, любовь, почитание к народу, в данном случае к зрителю. Правда, я считаю, это очень личная территория. Ты просто ее изучал. И вот человек должен, он должен быть правдив сам собой. Вот, наверное, в этом смысл правды. Чем вы сейчас живете? Что у вас сейчас в творчестве? Ну, творчество у меня, во-первых, нереальный стимул, которого, наверное, самый стимул в жизни моей. У меня дочка родилась. Конечно, я вдохновлен, и я пишу пластинку. Я смотрю, вы любите приезжать к нам, в Белоруси? Нет, вообще, все мы родом из СССР, по крайней мере, и я. И поэтому, конечно, я люблю ваш город, и в Белоруссии я снимался здесь в прошлом году. Надеюсь, еще поснимаюсь. Мне нравится гастролировать. Вообще, я люблю гастроли. У нас даже кино есть такое упражнение в прекрасном. Эта картина о гастролях, театрах. Не видели? Посмотрите, может, вам понравится больше, чем «Игра в правду». Откуда мы? И зачем? Мы гастробайтеры из Москвы. За баблом. Где мы? Стоим в поле. Недалеко от чего? Бюджет 30 миллионов. Это то, что сейчас нужно. Патриотическое полотно плюс жесть военная, плюс бандрачук. Я вам отвечаю. Я люблю гастроли, потому что на гастроли ты целый день принадлежишь вечеру. Ты отдыхаешь, думаешь о спектакле, ты пишешь что-то, придумываешь стихи, песни, пьесы. И ты не занимаешься жуткой бытовухой. Мы сегодня привезли хорошую работу, нашу любимую работу, актерскую. Я, между прочим, по большому секрету могу сообщить вам, что меня зовут Николай. Как? Николай, Коля, Николай. Сиди дома, никуда не выходи. А вас? А, да. А зачем вам, Малина? Если я всем перед вами. Любой драматический артист знает, что нет ничего сложнее, чем парный спектакль. Даже когда ты один на эстралии, ты принадлежишь себе. А здесь ты с партнером, ну, во-первых, здесь куча текста. Здесь две трети текста моего часа, я говорю, безостановочного, понимаешь? Потом ты здесь как на ладони, где не спрячешься ни за декорацию, никуда. Я вижу, что вы из тех женщин, которым вас знали форма, а суть. А вы из каких? Я мужчина одинокий, я сам себе хотел. Я говорю, извините. Я приехал в командировку на три месяца, идея прошла. Это пресса из СССР о тех людях, которые чувствовали тогда очень не по-детски. Кино или театр? Или одно без другого не может быть? Послушайте, вы когда за стол садитесь, вы как обедаете? И первое, хочется все попробовать. Конечно, это самые, это мои деликатесы, я скажу вам. Ну, сладкая это музыка. На сладкое это музыка. И я готов даже не есть сладкое в жизни, но лишь бы была возможность орать свои песни. Я очень люблю. Кино собираюсь снимать, пьесу ставлю. Я круто живу, хорошо живу. Так, насыщенно. Очень насыщенно. А никогда не хотелось бы остановиться хотя бы на мгновение, на недельку, уехать куда-нибудь? Не, 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 не хочется иногда остановиться вечером, потому что утро закладывается с вечера. Хорошее настроение с утра, это, наверное, самое главное в жизни. Высыпайтесь и закладывайте счастье заранее, вот с вечера. И хорошего будного утра, наверное, самое главное. Хорошее утро. Это утро вместе с вами встречали Гоша Куценко и я, Татьяна Бородкина. Всего хорошего. Пока.